И хочется спросить вас, как вам данная организация этого великолепного турнира? Ну, конечно, этот турнир сегодня действительно один из лидирующих турниров мировой серии Гран-при. Это турнир, который из года в год переставит очень мощный, стабильный турнир, когда показывает очень красивую, яркую борьбу и объединяет очень многих олимпийских чемпионов, чемпионов мира. И он такой имиджевый становится. И, конечно, он заслуживает, потому что Министерство спорта и правительство республики Алани очень много для этого делают. И, конечно, Арсен Саназаев, который своим опытом, своей мудростью объединяет молодежь лучших борьбов именно на этом турнире. И для меня это большая честь, чтобы тоже у меня дома в Владикавказе заходит такой турнир. Ну и вот у нас вышли борцы на ковер. Участник Молдовы Рубаев Георгий и наш российский спортсмен Кцуев Суслан. Но те, кто знают вольную борьбу, знают, что это оба представители Остинской школы борьбы. Рубаев Георгий является легионером. Он как бы эмигрировал в Молдавию. И оба пробились в финал. Хочется отдать должное Суслану Кцуеву. Его возраст уже около 40 лет. И он пробился так далеко, что на данном турнире, который является, я не побоюсь этого слова, одним из самых сильных турниров в мире, он находится в финале. Он выигрывает призеров чемпионатов мира. Насколько мы видим, проводит еще вот четырехбальный бросок. Да, мастерство. Мастерство. И сейчас мы увидим, насколько он поддерживает свой опыт и свою оптимальную форму. Да, конечно. Не ожидал Георгий такого броска. Конечно, они друг друга очень хорошо знают. Долгие годы тренируются в одном зале. По одной и той же программе всегда подводят себя к главным стартам не только всероссийским, но и всемирным турнирам и первенцам Европы. Вы знаете, что участник был первенцам Европы, чемпионата Европы и чемпионата мира. Своим защищал интересы сборной команды России. И, конечно, тут именно выиграет тот, кто больше настроен на победу, желание. А так у каждого из них, у двоих есть огромный опыт, который они сегодня нам покажут. Силу воли, характер. Кто сегодня сможет навязать друг другу, кто-то и выиграет. Насколько мы видели, вот проводя контратаку, Георгий Рубаев выставил правую руку и получил мини-такую травму. Не знаю, насколько это скажется в борьбе, но ему уже нужно отыгрывать целых 5 баллов. Потому что или делать такой же 4-бальный бросок. А отстоять к Цоеву, это как бы его манера борьбы. Это его такая тактика. Если он наберет буквально свои баллы, ему в буквальном случае очень тяжело у него отнять их. Так что преимущество для него это, как ни странно, но приличное. Да, он сейчас будет заниматься защитой и будет либо набережение, либо контратакой делать. Больше, наверное, ему ничего не надо делать, потому что такая цифра у него горит. Синий мог был четверка, поэтому есть опыт. Наверное, так и будет. А Рубаеву, конечно, я думаю, что наоборот, мотивации больше, что ему терять некуда. Надо пробовать. Большой разницы нет. 4-балла или 5-балла проявить. Но самое главное, его настрой на победу он должен показать своими атаками. У нас вот медицинское вмешательство, потому что, насколько мы знаем, по правилам вольной борьбы, остановка только при наличии или серьезной травмы, или когда кровь. Такая бы она ни была, даже если она от царапины, требуется остановка. Безопасность прежде всего. Да, ну прошла одна минута, у нас уже счет 4-0. Увидели бросок с контратаки. И Георгий Рубаев должен будет сейчас отыгрываться. Я надеюсь, что нас ждет яркая борьба. Да, я в этом тоже уверен. Я думаю, что сейчас атаки борца в Хасан Крихова будут более активны. Упирается уже, Суслан упирается. Я думаю, что при наличии его опыта он будет ловить на ошибках и делать контратаки. Да. Ну, в принципе, вы видели сами. Первый бросок был. Это он его встретил на движение, перенаправил в его траекторию. И борец красного угла улетел на четырех пальмовый бросок. Ну, хочется поздравить Сусана с тем, что он уже отобрался, вне зависимости, как у нас закончится данная схватка, на Ярыгинский турнир. Потому что Георгий Рубаев выступает не за Россию, а получается, что Ксоев автоматически попадает на данный турнир, чтобы отобраться уже на чемпионат Европы. И хочется отметить, что человек является чемпионом Европы, если не ошибаюсь, 2009 года. В 2010-м стал третьим на чемпионате мира. В Москве был чемпионат мира. А Георгий Рубаев, будучи выступая уже за российскую сборную, становился чемпионом мира среди юниоров, многократным победителем международных турниров, был в сборной России во взрослой. Стабильно, да. И как бы решил он перейти в другую сборную. И вот уже конкурирует, можно сказать, со своими земляками в буквальном смысле. Вот попытка, попытка, но... Очень хороший был момент, очень правильно подобрал Георгий, но, конечно, опыт... Опыт берет свое, и как вы были правы, Давид Владимирович, тем, что вы говорили, что терять нечего Рубаеву, и вот попытка... Вы знаете, сейчас канун Олимпийского года, у них все в преддверии, но всего именно конкуренция сегодня, и не можем сказать, кто такой четкий лидер, которого невозможно выиграть в этой весовой категории. Я думаю, что вот этот старт такой промежуточный и переходящий в новый именно год Олимпийский 2020, у них будет очень такой формат подготовки. Нужно этот турнир, и они себе как-то задел, сделают уверенность на следующий год. Подошел к концу первый период, счет на самом деле очень крупный для такого борца, как Кцой Сослан. И сейчас они будут дать в 30-секундный тайм-ауте рекомендации своих тренеров. Ну, я скажу, что тут может все быть, хотя мы говорили, что опыт, конечно, синего борца в синем треку большой, но... Спорт непредсказуем. Да, Георгий может навязать любую борьбу, молодой, более активный, и не скучается, и чистая победа, партер, тоже может быть несколько баллов на пути, поэтому будем думать, что следующий период будет очень активным. Ну, что, начинается второй период, и будем смотреть, что будет предпринимать Георгий Рубаев для того, чтобы стоять право носить сегодня золотую медаль на шее. Пытается, пытается вязать, раздергивает. Ой, как хорошо. Очередные два балла берет, и еще два балла. Если засчитает судья, то можно засчитать явное преимущество. Ну, центральный рефери решил продолжать поединок. Очень была хорошая завязка, но чуть-чуть не дотянул все-таки мастерство. Но боковой судья... Сейчас был пришедший. ...решил посоветоваться. Вот мы видим, что боковой судья пытается объяснить центральному, что было два и два балла. Скорее всего, мое личное мнение, как мне довелось комментировать, я думаю, что это было так, но... Борьба продолжается. 8-0. Две с половиной минуты до окончательного свистка. Но должен Георгий все-таки показать борьбу. Дали предупреждение Вадим Балл Суслану Ксюдоеву за то, что он держал за пальцы. И на центральном табло счет 8-1. Да, сдерживать больше надо, Георгий. Ну, Ксюдоев уверенно держит оборону, контролирует обстановку, отвечает руки. Если силы есть у Ксюдоева, я не думаю, что в мировом уровне борьбы, что есть человек, который может за такой маленький период времени отыграться целых 7 баллов. Ну, повторюсь, что вот уже третий раз накрывается Георгий Рубаев, но его можно понять, он рискует. Он предпринимает все, лишь бы победить, лишь бы отыграться. Да, ну, эта схватка наглядно показывает, как все зависит результат от настроя. То есть, с первоначально была... Возможно, настрой был и мной, но мы видели, что на секунде 10-й или 15-й был произведен 4-бальный бросок, и все пошло не по плану, возможно. Ну, по практике, как вот мой опыт подсказывает, и как, действительно, когда я был тренинг от сборной команды России, на ковре уже тяжело перестроиться. То есть, спортсмен, когда выходит уже бороться, вот этот весь настрой и вот именно исток этого поединка, все зависит от настроя в разминочном зале. Ну, и вот сегодня первое явное преимущество, насколько я помню. Первое явное преимущество. И в данной весовой категории до 86 килограмм. Техническое превосходство. Хочется похвалить Суслана, потому что в таком возрасте пройти таких молодых ребят. Молодец, Суслан. Желаем тебе удачи на Ярегинском турнире. Хотел я особенные слова сказать публике, которая сегодня на этой арене собралась, потому что, действительно, здесь очень профессиональная публика, болельщики, которые очень много стартов знают в этом зале, потому что все чемпионаты Советского Союза проходили в 82-м и 86-м году в этом зале. Яркие такие матчи, встречи сборная мира, сборная России, сборная Америки, сборная Советского Союза именно в этом зале были. И они радушно принимают каждого, любого профессионального спортсмена, какую бы страну он ни представлял. И за это мы благодарны, все спортсмены, гордимся нашими болельщиками, потому что они всегда профессионально оценивают мастерство любого спортсмена, независимо от какой страны он выступает. Ну, конечно, хочется каждому из нас, чтобы побеждал только нашим, но без конкуренции ничего, никакого.